А на другом фестивале, всероссийском свадебном, пара из Тверской области, видимо, настолько была зачарована этим действием, что зарегистрировала свой брак. Фестиваль прошел на ВДНХ в рамках международной выставки «Россия». При этом стоит отметить, что Верхневолжье было представлено на этом празднике не только молодоженами, но и кулинарными шедеврами. Всероссийский свадебный фестиваль проходил с 12 по 19 мая и был приурочен к году семьи, которым в соответствии с указом президента объявлен 2024-й. В день закрытия состоялась торжественная регистрация брака 13 пар из Центрального федерального округа, в том числе и из нашей области. Мужем и женой стали Сергей Макаров из Торопцы и Кристина Румянцева из Твери. Дорогие Сергеи, Кристина, поздравляем вас с вступлением в брак. Дай бог, чтобы ваша семья была счастливой. Дай бог, чтобы у вас родилось много детей обязательно. От имени правительства Тверской области и главное управление ЗАГС мы дарим вам вот такой подарок. Это Конаковский фаянсовый завод, Михаил Тверской и Анна Кашинская. Пусть они хранят вашу семью, символизируют счастье. Помимо этого, молодожены получили хороший подарок от областного министерства туризма. Сертификат на двухдневный отдых по системе все включено в одном из тверских загородных отелей. Мы вообще довольны. Счастливы, довольны, да. Самое главное, повезло с погодой. Классная солнечная погода. Организация просто на высшем уровне. Такое масштабное мероприятие. На Всероссийском фестивале это была уже вторая пара молодоженов из Верхней Волги. Крепкие семьи являются прочной основой развития Тверской области и всей России, считает губернатор Игорь Руденя. В день закрытия состоялось традиционное шествие. Оно сопровождалось театрализованным представлением свадебный пир, демонстрирующим традиции застолий разных субъектов в современной интерпретации. Свои блюда презентовал и наш регион. Историк русской кухни, телеведущий Максим Сырников, удивил тепликом с медом. Сдобный большой каравай. И вот в Осташковском уезде готовили этот самый теплик с медом и подавали его на свадьбу. Кстати сказать, это одно из очень немногих документально подтвержденных упоминаний традиционных свадебных блюд вообще где бы то ни было. Как известно, ни один праздник или торжественное событие на Руси не обходились без каши. Кулинар Алексей Столяров рассказал о фестивале этого блюда, который ежегодно проходит в Кашине. О еще одном свадебном рецепте поведал шеф-повар одного из тверских отелей Юрий Виноградов. Он представил красные блины Арины Родионовны. В Тверской области их подносили невесте во время девичника накануне венчания. Они символизировали прощание с девичеством и вход в замужнюю жизнь. Продолжение следует...